Следующий шаг — это не надо этот образ показывать на сетчатку, его можно проецировать сразу в мозг. В принципе, даже в этом нет необходимости. Можно сразу генерировать эмоциональные ответы, а мозг сам достроит образ. Понимание самих себя через призму создания игр, оно точно растёт очень сильно, потому что мы чётче понимаем инстинкты, мы чётче понимаем свои мотивации, мы чётче понимаем какую-то биохимию, и которая под этим всем лежит. И то, что игры ближайшего будущего будут позволять нам намного лучше себя понимать — это сто процентов. И это достаточно, с одной стороны, интересно, с другой стороны, всё-таки инструмент достаточно мощный, и хотелось бы, чтобы он использовался во благо. Как создаются миры? Из чего они складываются? Что такое сеттинг? Как работают персонажи? Какие там бывают сценарии? Как это всё реализовано в играх, в кинофильмах, в литературе? А может быть, на этот вопрос можно взглянуть ещё шире, и посмотреть, не являемся ли мы все с вами всего лишь персонажами какой-то огромной игры? Где находится сознание такого персонажа? Внутри игры или вне её? А может быть, мы вообще живём в некой сгенерированной симуляции? Обо всём этом поговорим в этом выпуске «Носферы». Друзья, здравствуйте! Приглашаю вас в новый выпуск подкаста «Носфера». Сегодня будем говорить про создание миров, про игровые миры, про игровые механики и даже про симуляцию. И у нас сегодня просто потрясающий гость. Сергей, здравствуйте! Привет! Сергей, если можно, в двух словах расскажите, чем вы занимаетесь. Ваш, может быть, в двух словах профессиональный путь, чтобы просто у нас зрители узнали, с кем мы говорим. Ну, профессиональный путь у меня очень простой. Я где-то 30 лет занимаюсь играми на сегодня уже, профессиональным причём. У меня был несколько компаний, которые я сделал, и кучу проектов очень популярных. То есть компаний это Невал, это там в своём время Аструм Невал, потом Хелио сейчас, и ещё несколько более мелких, типа Людэнио и прочее. И, соответственно, проект, я думаю, что многие слышали, играли, начиная с Алодов, Проплютые земли, Сайлент Сторм, Блицкриг, Герой Меча и Магии, Пятый, потом Алод Онлайн, Прайм Волт. Наверное, я ещё что-то забыл, вот из недавнего Весланд, но наверняка что-то забыл, потому что проекты в десятке, и большинство из них было очень популярным. Были, конечно, и не такие популярные. Хорошо. Мы, на самом деле, сегодня будем, конечно, говорить об играх, но хочется поговорить о них в немножко таком необычном, чуть-чуть даже, может быть, философском ключе в контексте того, насколько вообще жизнь наша, жизнь наша на планете Земля или, не знаю, в этом, в целом, Вселенной может быть описана через игровые механики, что такое вообще игровые механики. И я надеюсь, даже дойдём до того, что на сегодня известно как гипотеза симуляции. Сергей, и вот такой первый вопрос. Да, попробуем. И такой вот первый вопрос. Создание миров. Ну, кажется, что в этой сфере именно игровые компании, именно геймдизайнеры ушли дальше всех, потому что то качество присутствия, которое есть в современных играх, оно уже завораживает. Но, скорее всего, это только начало. Соответственно, вопрос такой. Если мы хотим создать мир, что мы должны сделать, с чего мы должны начать, какие там есть константы, какие есть этапы, вообще как создаются миры? Ну, это один из самых сложных вопросов в целом. Но, знаю, можно долго теоретизировать на эту тему. Я вообще люблю с практической точки зрения на всё смотреть. Поэтому, ну, ключевая задача, зачем мы его создаём? В чём смысл существования этого мира? То есть, либо мы просто, не знаю, делаем себе какую-то игрушку, где-то хотим проверить какие-то модели, как они работают, либо мы делаем, ну, я имею в виду игрушку, просто модельку сами поиграться. Ибо мы... Это тоже мир в некотором смысле. То есть, мы делаем любую модель, даже чисто математическую, это тоже маленький мирок такой, который решает свои задачи. Если мы говорим об играх, то не могут быть развлекательные тогда там одни правила. Они могут быть, к примеру, образовательные, другие правила. Или, опять же, развлекательные, мы хотим делать кооперационными, конкурентными, больше про общение или больше про какие-то, условно говоря, файтинг или ещё что-нибудь взаимодействия. То есть, всё исключительно зависит... Да, или мы хотим вообще какую-то историю делать. Вообще отдельный путь и не похоже на всё остальное. Поэтому, в первую очередь, нужно определиться, зачем мы его делаем, в чём смысл существования этого мира. Потому что, так или иначе, любой мир — это модель. Скажу так, любой мир, который мы создаём, это модель этого мира, в котором мы живём. Ну, просто такая штука, которая показывает им маленькую часть. Каким-то упрощённым правилам. Но обычно она делается так, что, по крайней мере, нам в ней интереснее. Ну, по крайней мере, какое-то время. Вот как-то так. В зависимости от цели можно продолжить этот разговор. Вот, да, тогда я предлагаю выбрать конкретно игры, связанные с историями, вообще нарративные игры, и как-то их сопоставить и с фильмами, и с квестами, и, наверное, уже отчасти даже с метавселенными. Вот если мы хотим создать некий мир, который разворачивается по определённому нарративу, в себя вовлекает, может быть, чему-то учит, может быть, даже прокачивает какие-то навыки или качества, вот тогда как? На самом деле, нарративные миры не лучшие миры. Начнём с простого. Потому что вообще есть стандартное заблуждение, заключающееся в том, что игры, они как-то похожи на кино. На самом деле, они не очень похожи. Они похожи только тем, что и там, и там есть некий визуальный ряд, звуковой ряд. Но ключевое в играх... Ну, и там, может быть, сеттинг сюжета и прочее, персонажи какие-то. Но ключевое в играх всё-таки это геймплей. Это именно игровой аспект, то, во что мы играем. И этим они драматически отличаются от фильма, конечно же. Потому что в фильме мы просто рассказываем историю. одну историю. И даже если она... Ну, если она с дырками в самой истории, нам это обычно не нравится. Но сейчас уже к этому снисходить. Я вообще терпеть этого не могу. Человек, старающийся мир всё-таки строить. А большинство к этому спокойно относится. И, типа, окей. Но проблема заключается в том, что как только мы историю начинаем разворачивать этот мир, всё обычно ломается. Потому что, если мы просто возьмём из этой истории, разберём её на некие взаимодействия, которые продемонстрированы, и попробуем построить мир на базе этих взаимодействий, практически всегда он рассыпется. То есть в 99, то есть и точка 9 процентов там от истории ничего... Не то, что от истории ничего не останется. Там просто мир развалится, история, да, она была бы там невозможна по очевидным причинам. Просто в силу того, что сценаристы делают обычно вот очень узенькую такую дорожку в рамках какого-то мира, то они об этом сильно не задумываются. Но в играх это так не работает. Потому что мы... Если мы сделаем мир, то игрок там будет делать всё, что мы ему разрешим, соответственно, правилами, которые мы зададим. И, соответственно, никакой одной чёткой дорожки вот там не будет. это что-то так вот, знаешь, типа сюда ходи, а сюда не ходи. Ну, в смысле, там есть какие-то ограничения, но тем не менее нам придётся сделать очень как бы взвешенную систему, сбалансированную, которая может существовать сама по себе, очень логичную и в чём-то с другой стороны похожую на наш современный мир, потому что иначе в нём очень будет непривычно жить и проводить время и мало кому это понравилось. Бывают игры, в которых совсем другие, ну, то есть вот совсем они такие сумасшедшие, инди-игры, где всё совсем по-другому, но это скорее исключение для массового рынка очень хорошо, когда игра похожа на то, что мы привыкли видеть в реальности. то есть, да, условно говоря, задача геймдизайнера, она гораздо шире, чем задача, например, киносценариста, потому что, условно, да, на взгляд такого обывателя, снимаешь какую-нибудь «Игру престолов», да, там тоже надо миллиард, да, всяких моментов предусмотреть, или там аватара, у меня дома лежит книжка, энциклопедия Пандоры, где там вся флора Пандоры описана, а сейчас получается, что в играх-то еще больше. Ну, на самом деле, это, кстати, хороший пример относительно еще, это вот те в 0,1% входят, как бы, и «Игра престолов», и «Аватар», там, по крайней мере, нечто похожее на мир есть, и это там можно развернуть, и, скорее всего, оно не посыпется сразу, по крайней мере. Вот. И то, что любого мира первым делом когда вы делаете игру, такую большую, там, ММО-РПГ какой-нибудь, или просто РПГ, первым делом вы делаете Библию. Это как раз, ну, то есть, там флора описана, это мелочи, как бы. Ну, в смысле, да, конечно, нам нужно описать всю флору, потому что иначе нам рисовать банально. А вот, например, сколько стоит буханка хлеба, это тоже очень важно показать в этом мире, вот, до простых вещей. То есть, грубо говоря, вот, нужно полностью описывать, то есть, на самом деле, там много пунктов, которые нужно расписать, чтобы мир, ну, по крайней мере, понять, как он, в принципе, функционирует. И банальная экономика, она, ну, там, какая политическая система, какая экономическая система, как живет простой человек, вот, что для него важно, что для него не важно, где у него, как бы, основные сложности. И, соответственно, вот это все нужно развернуть и так состыковать, чтобы оно не противоречило друг другу по себе. Это отдельная задача. И, обычно это много сотен страниц описаний. Это без картинок того, как вот это все в Байсе устроено. И потом, когда уже есть Библия, переходим к следующему этапу. То есть, у нас уже обычно есть некие конфликты заложены, есть некие стороны этих конфликтов, есть некие представители этих конфликтов, есть некие герои и прочее более-менее понимаем, на каком уровне находится игрок. И дальше тогда мы уже начинаем разворачивать какие-то истории, которые там могут происходить в этот конкретный момент времени. Но это уже вторично. Ну, не то, что вторично, это уже следующие шаги. На самом деле, для большинства игр история в целом вторична. это тоже отдельный вопрос для обсуждения. То есть, сеттинг очень важен для игры. То есть, грубо говоря, где происходит действие, но история сама по себе в играх не критична, так скажем. То есть, есть классы игр, где это очень важно, типа RPG, там, адвенчуры, экшн-адвенчин и прочее. А для большинства игр это не так, для стратегии она вообще не очень нужна. например. Ну, какая история в шахматах? Не очень важно. То есть, можно, конечно, ее туда протянуть, но в целом она там не критична. Соответственно, ну, есть вообще радикальные точки зрения, типа, у Кармака, создателя Думы, Квейка, вообще считалось, что история в играх это сросшая история в порнофильме. Ну, то есть, так очень много экшена, потом немножко истории, потом снова много экшена, ну, и так далее. Ну, это достаточно такой радикальный подход, но в целом он не то, чтобы далеко от реальности. А дальше мы выбираем, то есть, да, есть, кстати, отличный метод генератора, то есть, вот сейчас уже, ну, в общем, по крайней мере, сейчас эволюция вот этих игр, которые генерируют истории, исходя из просто конфликтов, которые есть в самой, ну, заложенной сеттинге, они все становятся все интереснее и интереснее. Есть там жанр, например, колони сим, где вы управляете группой персонажей, живущих, не знаю, на другой планете, на космическом корабле, или, я не знаю, в Шотландии в какой-нибудь средневековой, к примеру, и между, там между персонажами возникают реальные какие-то конфликты, кстати, имсы тоже недалеко от этого ушли, там есть персонажи, у них есть какие-то психотипы, у них есть какие-то интересы, уровни образования, это все разное, и они попадают в какие-то ситуации, и там возникают истории, просто исходя из того, какие персонажи, каких персонажей нам дали в управление. И эти истории никто не создавал, они сами продуцируются в процессе игры, и там в силу того, что они становятся лучше и лучше, и они очень как бы зависимы от того, что делает игрок, их ценность и их как бы эмоциональный отклик на них, он гораздо больше, и гораздо сильнее, потому что одно дело, чем грешат в основном ролевые игры, тем, что мы даже если там есть вариативность, там есть некий сюжет, в котором есть центральный вопрос, есть масса сайд-квестов, которые не критичны для прохождения обычные, и даже центральную ветку в хороших РПГ хотят делать вариативно, то есть, условно говоря, туда пойдешь, ну, то есть, если ты сделаешь набор выборов, вот такие выборы, к такому финалу приведет, такие выборы, к такому финалу, альтернативному, и, ну, конечно, потом появятся всякие гайды, в которые можно узнавать, что к чему ведет, но, конечно, то есть, если ты первый, например, я отключен от интернета, и первый играешь в эту игру, то, на самом деле, очень часто задача сводится к тому, чтобы угадать, что туда закладывали создатели, ну, то есть, ты как бы, так как правил очень мало, а в основном тебе нужно просто как бы знать, куда пойти, чтобы получить хороший результат, то очень часто игра сводится к угадайке, мне это не нравится, например, в отличие от истории, когда у меня есть правила игры очень четкие, истории генерятся, и персонажи действуют в соответствии с этим правилами, тогда как раз твой предсказательный байс относительно воздействия, относительно результатов воздействия на персонажа, на ситуацию или выборы, которые ты осуществляешь, он гораздо интереснее, и ты не борешься уже с создателями, ты как бы, наоборот, изучаешь правила, по которым создан мир, и это гораздо более интересно видеть, развлечения, я бы сказал, что это деятельность. Да, мне вот тоже кажется, что это как раз самый интересный вариант, не когда просто, да, на какую высоту надо подпрыгнуть, или в каком порядке надо там что-нибудь подвигать, а вот если мы сравним игры и квесты, или, например, игры и метавселенные, кажется, что это какие-то рядом лежащие, да, отчасти, может, пересекающиеся истории, но не совсем, накладывающиеся друг на друга. Ну, надо бы сейчас определить, что это метавселенная, потому что до конца так никто не понял. Я так подозреваю, что там Сукерберг не очень понимает, который там ввел это и воборот. Потому что, ну, скажешь так, четкого определения нет, каждый интерпретирует это все в меру своей испорченности, по большому счету. но как бы можно предположить, что это некий набор миров каким-то образом связанным между собой через там возможность ходить туда-сюда, передавать какие-то артефакты между ними. Это, на самом деле, в некотором смысле искусственная конструкция, еще не факт, что она полетит, потому что ни у кого пока не полетела. То есть, возможно, да, мы все начитались фантастики, как бы, но надеемся, что вот мы сейчас такое сделаем. Проблема в том, что в этой же фантастике как бы эти мультиверсы сделаны в виде одной траектории, о которой мы говорили. То есть, это опять же узенькая дорожечка, нарратива. А теперь из всего вот этого надо сделать большую систему, которая будет жизнеспособна. Вот, в принципе, целесообразность ее создания и возможность ее создания на данном итоге по крайней мере большой вопрос. Ну, то есть, если говорить про этот набор неких миров, то есть, Роблокс это мультиверс или нет? Ну, в принципе, формально вроде всему удовлетворяет и, кстати, очень популярно у детей в первую очередь. Хорошо на них влияет, плохо, это отдельная тема для длинного обсуждения, но этот факт, что формальным признаком в принципе Роблокс не творит, ну, кроме виртуальной реальности, которые тоже много вопросов, так скажем, на данном этапе. То есть, да, конечно, в перспективе все эти проблемы будут решены. Вопрос, когда? В следующем году? Ну, в следующем вряд ли точно, а вот, ну, через 5, 10, 50 лет. Вопрос открытый. Я, наверное, влекся от вопроса, sorry. Квесты, потому что ведь есть же, как бы, тип игр, да, когда какой-то геймплей, он еще и совмещается с реальным миром, когда ты что-то делаешь там, что-то делаешь здесь, оно еще как-то пересекается, и вот такие есть еще истории. Я бы не назвал это квесты, в смысле, квесты имеются в виду, которые в, ну, в реальном мире, то есть, ну, как бы, в реальном окружении, не виртуальные квесты. А, и такие-таки, есть же уже гибридных довольно много, да, когда что-то тут делаешь, там, да, квесты и... И вот если мы сравним квесты и игры, да, вот мы сейчас уже сравнили немножко игры и фильмы, игры и метавселенная, а вот квесты и игры, как здесь эти вот сущности пересекаются, не пересекаются? Да, квесты и игры, на самом деле, достаточно близки, ну, просто это жанр такой, ну, грубо говоря. Обычно это все равно некая история, ну, большинство квестов сделаны по принципу, что мне все равно нужно угадать. То есть, я все равно, ну, там заложены какие-то пазлы, я должен их разгадать, как бы, и двинуться по сюжету, и там, ну, хорошо, когда есть несколько вариантов, ну, это прям продвинутые квесты, а обычно один, как бы, там, где попроще, как бы. Ну, и понятно, что там антураж надо строить, его для нескольких вариантов строить сложно, потому что он еще не масштабирует. в играх с этим проще, ну, виртуальных, по крайней мере, потому что, вот, вариативность там делать, ну, проще в силу того, что с кейлобием идти. Ну, вопрос масштаб, то есть, я грубо говоря, это вообще отдельная тема, когда ты делаешь игру, вот, ты такой, а давайте сделаем еще боковой атлетиклений. такой, а сколько человек, или, типичный вопрос, вот, на этапе продакшн, давайте сделаем много концовок. Все же, все всегда хотят много концовок. Ты такой можешь, в принципе, ну, я имею в виду, для классической RPG, ты можешь заложить еще, ну, очень много ветвистости в сценарии, и в конце иметь там, и 100 концовок. Вникает всегда вопрос, ну, вообще, какой процент людей-то дойдет до конца, и какой процент людей-то дойдет до этой концовки, конкретной концовки. Получается, что там, там, 0,1%, опять, и ради них делать кучу контента обычно никто не хочет. Поэтому, вот, все и ограничивается. То есть, очень часто сценарий имеет вот такую вот форму, то есть, в начале мало выборов, в середине очень твист, а потом к концу сходится тоже к ограниченному количеству. Это, опять же, если сценарий заложен изначально. Если он генерируется, что сейчас появление моей проблемы будет только усугубляться, ну, не проблема, а возможности было только расти, как бы, для генеративных сценариев, то там, конечно, вот уже концовок может быть очень много разных, и совершенно интересных, даже те, которые не предполагали создатели. Вот, так вот, квесты, они, на самом деле, очень узенькая дорожка, они очень, они ближе к кино. То есть, это кино с пазлами, я бы так сказал. То есть, вот, есть некий набор загадочек, которые я должен угадать, чтобы двигаться по сюжету. Ну, вот, я продвинулся. Ну, в силу того, что я там нахожусь, и это вот есть некий environment реальный, у этого есть свои плюсы. то есть, на самом деле, очень прикольный вид развлечений, и, в принципе, даже где-то в чем-то развивающий. И там очень часто командные какие-то взаимодействия требуют, что тоже, как бы, в плюс. И не надо сложных делать интерфейсов для того, чтобы люди общались между собой, потому что они будут в одной комнате. Выиграть с этим сложнее, когда все, что касается социальности. Так что, вот, квесты, как раз, на мой взгляд, это социальные фильмы такие с пазлами, и вот в эту сторону, в сторону социальности, по идее, должны ходить. Но они вроде туда и ходят, поэтому. Ближе к настолкам, скорее даже. Хорошо. Поговорим про сеттинг. Предположим, я, ну или там какая-то команда, она придумывает мир, и, если я правильно слышал, начинается с сеттинга. Да, конечно. Каким требованиям, параметрам должен отвечать сеттинг, чтобы он был аттрактивный, чтобы в нем хотелось находиться, чтобы ему, вот главный вопрос, чтобы ему верилось, чтобы не было такого, что мы придумали вообще что-то такое, куда никто ходить не хочет. Ну, вариантов много разных. Я сторонник варианта, что мы берем что-то близкое к реальному миру. Ну, то есть мы можем фэнтези делать, там тогда вообще отдельная тема, но там есть свои экономики, которым делать фэнтези. Можно делать скайфай, там тоже свои экономики, которые делаются скайфай. Но обычно, ну я вообще сторонник того, что надо делать что-то близкое к реальности и делать некое допущение, какой-то твист в основе мира. Сегодняшний день только солнце гаснет постепенно, к примеру. Или наоборот, солнце начинает увеличиться, скоро нас сожрет. Что, конечно, произойдет через миллиард лет, но у нас еще миллиард лет есть, по крайней мере. Вот такой твист. И дальше начинается, ну, как бы мы от этого начинаем плюсать. В фэнтези и в скайфай лучше брать референсы. Но, опять же, они бывают, ну, там, high-фэнтези, low-фэнтези. Там, в скайфай бывает тоже фэнтези типа «Звездных войн». Или очень такой старательный, стараются, как-то они, сделать что-то достоверное. Ну, там, старт-трек более достоверное, или, там, взять пространство. Что-то я забыл, как он, по-английски, но неважно. Харт, хард, хард, она называется, жесткая или твердая. Да, это же хард фэнтези, хард скайфай, потому что он такой более приземленный к физическим законам. Ну, мне вот, кстати, последнее гораздо интереснее, потому что, опять же, это же пространство делали как сеттинг для игры. Изначально просто игру решили, я не знаю, каким причинам там, решили не делать, и сделали из этого сериал. Один из лучших, я считаю, скайфай сериалов. И тоже потому, что изначально был сделан мир. Потому что изначально были сделаны три страны, и дальше они прицали вокруг этого. И получилось отлично. Вот, соответственно, вот идея сеттинга должна, ну, вот в моей картине мира должна быть такая. Берем реальность, что-то поворачиваем, интересно. Кстати, большинство успешных сеттингов, они удовлетворяют этому картину. То есть, например, вот сейчас просто то, что на слуху, да, мы этот подкаст пишем в конце января 2023 года. Вышел сериал по Last of Us, да, одни из нас. Вот там взят, в общем-то, сеттинг чуть-чуть из будущего, да, но несколько иной мир, который там появился в результате зомби-апокалипсиса. Вот таким сеттингам, да, максимально доверяется. Зомби-апокалипсис является достаточно популярным сеттингом. Ну, именно по той же самой причине, потому что мы берем реальный мир, делаем одно допущение, случился. Случился данный. И это позволяет еще на все посмотреть через другую призму немножко. То же самое по себе и интересно. Тем не менее, что важно понимать, что произошло за последние несколько лет. Ну, потому что все, что до этого, как бы, достаточно капитан очевидно. А вот что произошло за последние, там, пять лет, это то, что автору больше нет необходимости блуждать в тумане, как бы, и такой, типа, какой же сеттинг будет интересный, какой же сеттинг будет популярный. Есть возможности? Ну, по крайней мере, основное направление выбрали. Тот же самый зомби-апокалипсис. Смотрим разные варианты. Ну, вернее, тот же самый апокалипсис. Вот мы хотим апокалипсис. Кстати, апокалипсис в играх, вообще-то номер один, по-моему, сеттинг-то сегодня. Теперь, а какой, что, кстати, о многом говорит о состоянии этого мира, но неважно. А какой апокалипсис мы хотим? Давайте сделаем, там, нюклер-апокалипсис, зонд-апокалипсис, там, какой-нибудь еще биологический, экологический, там, инопланетяне прилетели, ну, в общем, там, миллион же вариантов. И раньше, как бы, вот все-таки гадали, интересно, смотрели, какой, в смысле, интересно, какой же с этим, какой же с этих апокалипсисами более популярный, лучше зайдет в массовую аудиторию. Смотрели рейтинги, там, фильмов, сериалов, там, что, сколько продавалось, книги, игры, там, чтобы разобраться в целом, куда же идти, как бы, да, куда тренды идут, вот эта вот тема трендов была очень модная. Мы этого всего лишены на сегодня, это все не нужно, потому что сейчас ты делаешь просто, ну, в идеальном мире несколько роликов, если ты не такой богатый, несколько картинок, от каждого из этих сеттингов. То есть, дальше ставят задачи художника, нарисуй по 10 картинок в каждом сеттинге, в каждом из этих подсеттингов, указывающих на наиболее яркие, ну, ставящие наиболее яркие акценты, вот, на особенности именно этого подсеттинга. А дальше мы даем рекламу на каждого из них и смотрим на метрики, там, CTR-ы, CPI и прочее, и прочее. И вот там, где соотношение лучше, вот его мы и берем. А еще после этого, следующей операцией, скорее всего, у нас будет то, что мы арт-стиль таким же выбором будем прогонять. В силу того, что сейчас еще уже появляются нейросетки генеративные, ну, они уже появятся, которые, ну, они улучшаются постепенно. То есть, я могу взять тот же Stylebit Diffusion, дотренировать его на своих референциях, которые мне надо, и потом он сгенерирует мне вот нужное количество картинок под каждую из них. И потом на эти картиночки я уже поналиваю рекламу и посмотрю на конверсии. И после этого буду очень четко знать, что вот этот сеттинг на сегодня, прямо сейчас, номер один. Или вот этот подсеттинг с этим арт-стилем. Вот это сочетание вот прям надо делать. И это в играх уже много лет всплывает. Ну, не много лет, лет пять точно. Топовые студии уже это делают. Постепенно это доходит до всех остальных. Ну, в смысле, меди. Не, меди. То есть мы на самом деле выдвигаем несколько гипотез и их тестируем. Да. И дальше декомпозируем это тестирование. То есть, грубо говоря, мы взяли, выбрали основную сеттинг. Ну, грубо говоря, вот совсем попростом, когда Westland начинали свой последний проект, у нас было два варианта. Дикий Запад и Марс. Ну, мы хотели с Вайбл и там, и там делать. И вот мы их прогоняли. Ну, в смысле, у нас вариантов было гораздо больше. Вот эти два были победители. Дальше нужно выбирать. На него же, что в следующем мы выбираем сеттинг. Потом субсеттинг, потом арт-стиль. И вот это все постепенно декомпозируем. Персонажи можем проверять таким же образом. И все это стоит очень недорого, на самом деле. Ну, там, десятки тысяч долларов, что для запуска проекта. Для снятия огромного количества рисков на этапе запуска проекта я считаю, что это вообще победа современных средств коммуникации. По крайней мере, одно из немногих направлений, где случился большой плюс. Поэтому есть отдельная сторона. Потому что очень многие начинают ломиться в одну и ту же сторону. Ну, в смысле, в одну и ту же нишу, потому что, ну, как бы результаты у всех показывают. Ну, похоже, и там будет появляться притящее. Ну, будет там, с этим тоже научимся бороться. Так иначе. И, видимо, аналогично и с персонажами. Да, конечно, с персонажами. С персонажами вообще произошла фантастика за последний год. Ну, вот когда появились все эти джорнили, стейблд фьюжн и далее и прочее. А если раньше нужно было, ну, такой ты ставишь, задача художника, нам нужен персонаж, описываешь его. То раньше можно было там неделями референсы искать. Убирать, обсуждать. А сейчас такой, типа, стейблд фьюжн, иди сюда. Мне нужен такой ты персонаж, на. А вот такой, на. То есть это все свелось к минутам, как бы, то, что раньше занимало. Это не значит, что мы прям этого персонажа возьмем, но, по крайней мере, поиск референс сократился. Ну так, это еще раз. Да, на своем опыте это испытал, поскольку много приходилось с дизайнерами работать, да, и раньше просто для того, чтобы там поставить задачу, потом тебе что-то принесли, принесли не то, ты написал правки, поправили, а теперь получается, что тебе какой-нибудь там Миджонни, да, или стейблд фьюжн за несколько секунд генерирует там варианты, ты говоришь вот этот, и дальше уже работаешь с ним как как с чем-то основным. Вот, и с этим тогда вопрос такой, мы его совсем недавно в одном из предыдущих выпусков подкаста с Павлом Мунтианом обсуждали, ну, мы с ним говорили про анимационные сериалы будущего, ну, соответственно, сейчас хочется поговорить про игры будущего, и там был такой контекст, что вполне вероятно, что через какое-то время у нас будет следующее, предположим, я вечером хочу посмотреть какой-нибудь анимационный сериал, ну, в нашем случае сейчас поиграть в игру, я захожу в какую-нибудь генеративную нейронную сетку и говорю, слушайте, генеративная нейронная сетка, изгенерируй мне, пожалуйста, анимационный сериал, примерно похожий на Аватар 12, вот только так, чтобы там я был одним из персонажей, чтобы это длилось там 14 минут, вот, и чтобы, короче, в конце апокалипсис, и мне система генерирует под мой запрос как бы кино, анимацию, еще что-то, не пойдут ли туда же игры, не получим генерилку игр. Ну, до определенной степени, но в целом, конечно, пойдут, то все пойдут, в смысле, очевидно, что по мере того, как сети учатся генерирует медиа-контент, ну, вариантов для эволюции в какие-то альтернативные стороны не очень много, то, что сетки будут генерировать во все лучше и лучше каждым годом, вопросов нет. Другое дело, какой тип контента и как его подстраивать под игроков, ну, то есть, по крайней мере, сейчас в базисе, ну, сейчас очень простая вещь, 2D-контент, вот это то, что уже генерирует сейчас, хорошо, плохо, там есть свои нюансы в огромном количестве, но за несколько лет так иначе нюансы будут снижены. Дальше, следующий шаг это текстуры, следующий шаг это 3D-модели, текстуры и анимации, ну, риггинг, то, что нужно для 3D-контента. Сейчас только в зародыши, несколько лет, это будет, ну, то есть, думаю, года 3, это будет на том уровне, на котором сейчас 2D, более-менее. Я не уверен насчет анимации, но, возможно, анимации тоже. То есть, таким образом, визуальную часть, ну, там еще масса всего, всякого постпродакшена, который тоже можно, на самом деле, туда же перекладывать, наверное, визуальная часть. Что у нас дальше? Звук, музыка, речь туда же. Тоже огромный прогресс. А вот с геймплеем там будет поинтереснее, потому что придумывать новые геймплеи будет сложно, но оптимизировать существующие, комбинировать их и пересобирать из них, там, где за счет синтеза можно даже что-то новое появлять, и, кстати, примеров таких есть, это, конечно, будет, и, соответственно, да, очень много игр будет кастомизироваться, это уже начинается сейчас, постепенно, кастомизироваться под игроками. Ну, то есть, условно говоря, даже если я, даже сейчас это у игры начинается, в силу того, что, ну, игры, то есть, если игра достаточно большая, ну, там, необычная, там, матч-3, там тоже, наверное, можно что-то сделать. Ну, а погружать игрока в какой-то мир, то разных игроков интересуют разные аспекты этого мира, ну, в силу разных психотипов, ну, как минимум, разных психотипов, разного образования, бэкграунда и прочее. Кому-то в этом мире нравится, там, крафтингом заниматься, кому-то монстров, условно говоря, рубить. И, соответственно, в принципе, игра может адаптироваться для этого игрока, углубляя то, что ему нравится и более поверхностно делая то, что ему не так интересно, таким образом модифицироваться. Там самое удивительное еще с маркетингом тут связано, потому что, в основном, я буду периодически ставаться маркетингом, потому что на сегодня больше половины успеха, к сожалению. любого медиапродукта, это его маркетинг. По этой причине, то есть, это все было не так раньше, но на сегодня это так. То есть, на сегодня продакшн находится в жесточайшей зависимости от маркетинга. Раньше было бы гораздо больше свободы для «вот я так вижу». Сейчас свободы «я так вижу» очень мало осталось. Нравится ли мне это? Нет. Но могу ли я с этим сделать что-то? Тоже нет. Но, в общем, мир стал таким. Так, о чем я... А мы теперь говорим про кастомизацию игры. Да, да-да-да. И игрок, собственно, узнает про игру через определенные, как бы... То есть, грубо говоря, для того же аватара можно делать много разных роликов. Кому-то нравится летать, кому-то нравится строить какое-то поселение, кому-то рыбу ловить, еще что-то. Вот мы делаем много разных роликов с акцентами в разные сегменты. Соответственно, когда человек уже заходит в игру, он уже как бы попадает больше в тот или иной сегмент, в зависимости от того, как он туда пришел. Это вот возможно уже сейчас. Постепенно, я говорю, за счет того, что генеративный сеть, сети научатся все больше и больше генерировать контента, то начнутся еще лучше подстраиваться. И что самое интересное, здесь совершенно не будет необходимости в отличие... Ну, кстати, я думаю, в сериалах тоже рассказывать, что ты хочешь, что тебе интересно, а по мере того, как ты играешь, игра сама очень быстро поймет, что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебе не нужно. И все было бы ничего, если бы это не... По сути, это получается идеальный наркотик. Потому что тебе дают ровно то, что ты хочешь как бы всегда. тебе даже не надо импуты давать. То есть ты погружаешься в идеальную среду, в которой именно для тебя генерится идеальный контент, в который ты можешь идеально для себя с точки зрения воздействия на свои эмоции, с максимальным уровнем эндорфина, грубо говоря, проводить время. И на мой взгляд, в чистом виде, если это начнет разворачиваться в сторону исключительно развлечения, это будет очень трагично. Потому что, на мой взгляд, единственный разумный путь, куда вот эту всю махину имеет смысл разворачивать, это в образовании. Потому что как раз игры с образованием это две неразрывные связанные части целого. Ну, по крайней мере, на протяжении всей предыдущей нашей истории, как бы, то есть откатиться до создания цивилизации, там, у животных, это везде так. Ну, то есть игра – это тренировка перед каких-то, ну, тренировки навыков перед реальной жизнью. Мы это разделили, то, что у нас, ну, как бы, ну, вообще, там, с промышленной революцией это вообще стало очень печально. То есть мы игру вырезали из жизни, мы жизнь сделали очень скучной, подчиненной очень жестким правилам, и выпилили оттуда игру, и поэтому интерес к игре, как бы, она стала очень большой в связи с этим, потому что, ну, как бы, если нет реальной жизни, как бы, потребность нам где-то сублимировать, где-то наполняться. И то есть мы и образование, и от образования мы тоже игру в основном отрезали, как бы, если посмотреть на то, что мы сотворили с образованием за последние, там, 500 лет, это катастрофа. И вот это все надо соединять обратно, на мой взгляд. И как раз, ну, потому что игры без образования не имеют смысла, как бы, а образование без игр не имеет мотивации. И это то, что мы видим сейчас. Поэтому слияние этих двух вещей, оно, с одной стороны, создает смысл, с другой стороны, создает мотивацию, потому что ключевая проблема в образовании на сегодня недоступность. Вот 10 лет назад думали, что, как бы, есть крутые университеты, есть бедные люди, не могут себе позволить. Могут. То есть, когда появились онлайн-курсы, бесплатные, где есть лекции, в интернете сейчас есть лекции всех ведущих университетов мира, как бы, и тем не менее, там, процент людей начинающих, а уж тем более процент людей заканчивающих те или иные курсы, он микроскопический, в силу того, что просто проблема не в доступности, проблема в мотивации. И игры способны решать эту мотивацию таким образом вместе с образованием создавая, дают, вместе с образованием давая некий созидательный импульс развития нашей цивилизации. Потому что, в противном случае, у меня много вопросиков к этим ответикам. Вот. Мы дошли до одного из ключевых пунктов. Это способность игр удерживать внутри них, внутри этих миров. И, соответственно, таким образом позволять учиться, может быть, как-то решать какие-то психологические свои вопросы. много чего делать. Но сейчас еще буквально один шажок назад. То есть, фактически, мы можем говорить о том, что рано или поздно у нас возникнут игры, которые могут взять какие-то данные с человека, причем возможно, с гаджетов, возможно, с еще чего-то, обработать. Да. И таким образом предложить игроку максимально подходящий, максимально аттрактивный для него мир. То есть, он увидит то, что будет соответствовать его, но, может быть, даже не всегда осознаваемым каким-то, не знаю, там, хотением, желанием, мотивациям, страхом, еще чему-то. Мы вот к этому можем прийти. Ну, наилучшим образом резонируем с этим человеком. Да. Что для этого должно было бы быть? Давайте сейчас пофантазируем, предположим, Сергей, вот мы с вами два Сергея решили такую игру сделать. Да. Кажется, в черном зеркале, кстати, что-то подобное было, когда там человек приезжает в какой-то особняк, у него там тоже что-то вначале сканируют, а потом он там в хоррор попадает. Что для этого нужно было бы? Нужно обучить какую-то нейронную сетку вначале, нужно туда что-то заложить. Вот из каких кубиков эта штука складывалась бы? Как бы вы начали делать такую игру? Ну, в силу того, что никто не знает, как ее пока делали, слава богу, что называется. Вообще, так или иначе, есть ограниченное количество геймплея, которые, ну, по крайней мере, популярны. И их там десятки, но в целом они достаточно медленно появляются. И если мы хотим делать такую игру, которая для всех и она одна, то она должна вмещать в себя все эти геймплеи. то есть, так или иначе, ну, к примеру, если мы хотим делать мир, то у нас должна быть возможность смотреть на мир совершенно разных уровней абстракции, то есть, грубо говоря, вот мы взяли сеттинг, дальше мы можем посмотреть, ну, условно говоря, на этот мир с точки зрения каких-то базовых физических законов, у нас там какие-то физические пазлы есть, например. можем посмотреть на уровне, не знаю, простого человека. У нас, ну, вот какие-то очень приземленные геймплеи появляются там. Куда-то ходить, что-то делать, с кем-то разговаривать. Дальше у нас может появиться лейер геймплеев чуть повыше, там, где у нас какие-то уже группы, организации, мы что-то строим, что-то развиваем. Можно еще более высокий уровень, я не знаю, города, мы его строим, страны, мы там тоже какие-то политические конструкции можем создавать и их менеджировать. То есть, на самом деле, практически, я сейчас переселяю просто на самом деле игры, которые существуют на каждом из этих уровней. То есть, практически каждый из таких игр есть. и просто они не соединены вместе, как бы, и нет между ними планового перехода. То есть, я не могу сейчас, ну, возьму какую-нибудь там 4х стратегию топ-дау, как бы, да, и где я там галактическими цивилизациями управляю или не знаю. Можно, кстати, еще выше, наверное, подняться законом мира физически менять, но это отдельная тема. Вот, у меня галактическая цивилизация или там я просто какая-то страна, и я ее управляю, провожу ее через какой-то исторический период и так далее. У меня обычно вот только этот уровень я не могу посмотреть глазами там рядового жителя. ну, как бы, если, условно говоря, я управляю космическими флотилиями, то вот посмотреть в этой же игре обычно нельзя посмотреть глазами рядового жителя какой-то планеты. А вот если мы хотим все-таки делать такую игру, то она должна быть очевидна, и у этого жителя как бы должны быть свои геймплеи, как бы, он там, ну, предположим, симсообразные какие-то, он там строит свой домик, как бы, у него есть жена, дети, ходят на работу, возможно, там какая-то активность на работе должна быть интересна, и так далее, и тому подобное. В общем, как-то так, наверное. И вот, смотрите, мы сейчас с вами, получается, фактически описали работу такого демиурга, да, который, ну, фактически генерирует мир, в котором действуют какие-то персонажи, там, или агенты, в котором есть свои физические законы, в котором есть свой сеттинг. И здесь у нас прямо рядышком та самая гипотеза симуляции, про которую я упомянул в самом начале, высказанная, по-моему, ником Гонстромом, да, первым, что, может быть, мы с вами все давным-давно или недавным-давно живем внутри некого сгенерированного сеттинга, и вот все, что мы видим, это и есть такой геймплей, в который все включено. Вот, Сергей, что на эту тему можете сказать, что думаете, насколько вообще такое могло бы быть? В целом, я, кстати, удивлен, что эта идея приписывается Нику Бострому. Матрица что-то момента была, как бы, по крайней мере, первая точно, по-моему, может, уже и вторая, то есть, в принципе, и до Матрицы эти идеи были, ладно, воплоть с ним. Как я уже сказал в самом начале, я больше практик, чем теоретик, поэтому мне всегда интересно, с какой целью мы решаем эту задачу. То есть, есть ли какое-то практическое применение ответа на эти вопросы? Ну, потому что вопрос философский в значительной степени. То есть, грубо говоря, вот самый простой. Важный, одним из важнейших аспектов будет являться то, что будет представлять из себя наше сознание, например. То есть, сознание у нас вообще, оно является частью этого мира и, наверное, все-таки запределами этого мира. То есть, это либо какая-то эмергентная сущность, которая возникла в нашем мире и является как бы следствием законов этого мира, предположим. Или наоборот, как бы, наше сознание живет где-то за пределами нашего пространства временного континуума и так немножко как-то приотачивается к сложной системе, которая формируется в этом мире как наблюдатель или еще как кто-то. Вот в зависимости... И там еще миллион вариантов есть на самом деле. Ну, не миллион, но, по крайней мере, несколько можно точно придумать. И в зависимости от этого как бы гипотеза симуляции вообще раскручивает совершенно по-разному. потому что ну, то есть это, в принципе, конструкты все логические и философские. И опять же, если если мы рассмотрим первый вариант, где наше сознание является свойством этого мира, ну, следствие законов этого мира, то вообще какая разница? В симуляции мы не в симуляции. Вот есть мир, мы в нем живем, мы являемся продуктом этого мира. Мир информационный в значительной степени по определению, ну, то есть с этим вообще нет в этом вообще нет никаких сомнений. У меня, например, рискет религия на эту тему, я не помню, как это называется, говорит о том, что весь мир это информация. Но в целом это действительно очень близко к тому, что мы наблюдаем по крайней мере исходя из последних экспериментов. То есть жизнь, это же эволюция информации исключительно там вообще ну, то есть там есть еще помимо этого, но в основе все равно лежит информация. Структура белков там как-то и так далее. И, например, всей жизни, ну, всей эволюции жизни мы просто оптимизируем эту информацию, как эти белки на основе информации адаптируются, ну, сочетание адаптируется к реальному миру. Соответственно, да, мир – это информация. Дальше, если мы внутри, то какая разница на каком уровне мы этой информацией находимся? То есть да, возможно, есть какие-то более общие миры, где эта информация еще больше, но она не доступна, а мы являемся, наш знание является продуктом именно этой информационной сущности, ну, и, соответственно, мы в нем органично живем. Нужно ли изучать эту сущность? Конечно, нужно. Нужно ли смотреть, возможно ли выход из ее предела? Конечно, нужно. Но париться на тему того, что мы находим в симуляции, вообще нет никакой необходимости, потому что, ну, вот это единственное, что мы знаем, и все прекрасно. Теперь рассмотрим вариант, когда наше сознание, оно извне, как бы. Это, кстати, поприкольнее вариант. Я тоже, ну, то есть тоже париться не надо, на мой взгляд. Но что это значит? Что значит? У нас есть более общий мир, более высокого порядка. Есть миры более низкого порядка, с ними все понятно, как бы, вот мы их сами делаем, и в эту сторону можно долго не рассуждать, не заморачиваться. А вот, значит, есть какие-то миры более высокого порядка, ну, есть как минимум мир более высокого порядка, и, как бы, наше сознание оттуда пришло в этот мир. зачем оно пришло? Что оно здесь делает? Ну, то есть, опять же, либо оно по своей воле пришло, либо его заставили. Вот, уже интересные варианты, как бы, начинаются, как бы, Ну, то есть, если его заставили, то, возможно, как бы, например, оно, там, в чем-то провинилось, его здесь, да, чистку делают. То есть, к вопросу попадания ватт, возможно, Земля уже есть, есть такая теория, я не согласен на всякий случай, но просто невозможно было ее не упомянуть. То есть, возможно, мы здесь все чистку проходим, потом вернемся обратно, и будет все хорошо. Мне не хочется в этом мире. И, либо по своей воле, значит, тогда этот мир должен быть интереснее, чем тот мир, которого они живут, по крайней мере, на какое-то время. Возникает резонный вопрос, а почему сознание более высокого порядка, мир, который там на много порядка с точки зрения вычислительной мощности слабее, чем его, вдруг интересен этот мир? С какого перепуга, как бы? Ну, то есть, некоторую логику в этом можно проследить, потому что, опять же, для нашего текущего мира требуется огромное количество вещественных мощностей. То есть, там много порядков, по сравнению с тем, сколько мы используем, для создания простую игру. Мы делаем игру, в которой мир нами придуманный. И, ну, то есть, вычислительной мощности для поддержания одного и второго просто не сопоставим. При этом нам, как игрокам, ну, нам, как вот, хомо-сапиенсам, интересно играть в ту игру, которую мы сделали. Очень часто. То есть, если взять, человек сунется и сказать, ну, слушай, а хочешь следующий, там, не знаю, месяц провести в том, что будешь играть в очень классные игры? Он такой, скажешь, конечно, хочу. То есть, иными словами, мы каким-то образом волшебно умудряемся создавать сущности информационные на там, на многие порядки более слабые, которые для нас играть, которые играют нам проводить время интереснее, чем в мире, по крайней мере, на какое-то время. То есть, в принципе, такой вариант, что из более высокого мира мы можем приходить в этот, чтобы проводить каким-то образом время, который более интересный, оно существует, но тут возникает резонансовый парадокс. А почему, как бы, то есть, оно как бы выглядит совершенно нелогично, потому что, если там возможностей гораздо больше, что мы вообще здесь-то делаем? Нет ответиков у меня на эти вопросики, опять же. Но в целом, опять же, теоретизировать на эту тему можно очень долго. Вопрос, какие практические выводы мы хотим сделать, какую проблему мы решаем. Но в зависимости от этого можно сделать, можно принять какие-то решения на основе этих рассуждений. А, ну, вот смотрите, да, то, что вы описали, что сознание условно может находиться за пределами этого сеттинга, это же ровно то же самое, что в современных играх. В какой-нибудь там РПГ персонажа ведь нет сознания. Сознание персонажа, оно, это сознание игрока, который находится за пределами игры. Да. Но я говорю, это один из вариантов, к примеру, да. И тут вполне мы себе можем эту, по крайней мере, на сейчас как-то картинку представить, да, что, предположим, вот тот, не знаю, Сергей, вот я сейчас с вами общаюсь, что это персонаж, сознание которого, который живет внутри вот этого игрового сеттинга, такого геймплея, да, но рулит им какой-то другой там субъект, да, чье сознание во мне присутствует. По камере, по аналогии мы можем привести. Мы сейчас вот это. Ну, предположим, да. Вот, да, да, отдельный вопрос, зачем та сущность так играется, ну, не знаю, индусы, например, в свое время ответили, что просто им, ну, что это вид для них, для тех товарищей, да, это вид развлечения. как бы, если ты бог, тебе мгновенно все доступно, ты всеведущий, всемогущий, а если тебя опускают в мир с ограничениями, да, то тебе опять становится как бы интересно, да, попадаешь вот в эту, как у них там, она называется, Лила, Майя, да, здесь такой как бы экшн, да, какой-то начинается, которого там нет, потому что там воля и реализация, это мгновенно... Ну, там нет пространства и времени, начнем с простого в нашем понимании, поэтому в любом случае какая-либо причинно-следственная деятельность, она там не имеет смысла просто потому, что время, оно сквозное, имеет сквозное восприятие, то есть, ну, не смысл ставить какие-либо эксперименты, потому что ты мгновенно знаешь результат. Да. Еще на этапе даже, ну, да. Еще представить себе Вселенную, сейчас, тут основная проблема в том, представить Вселенную без времени нам очень тяжело. Да, а вот время это один из параметров нашего сеттинга на планете Земля. Ну, нашей Вселенной, я бы сказал. Нашей Вселенной, да, согласен, так точно будет. Ты скажешь, нет, даже не так, это наше восприятие Вселенной. Вот это, наверное, да, совсем точно. Возможно, это только наша фишка, там, вообще, камень-то. Причем, ну, мы, внутри этого подкаста уже много с кем общались, в том числе, там, с нейробиологами, они говорят, что у нас еще и куча, установлена куча, как бы, защит для допуска к базовым нашим настройкам. то есть мы же на самом деле не видим мир таким, какой он есть. там, у нас зрение режет кучу волн, да, по определению. Слух режет кучу аудиального. Мозг режет еще кучу того, что он... Мозг дальше режет, да, вот есть аппаратное вот это вот отсекание, да, потом еще мозг режет, и на самом деле то вот, что мы видим, как, ну, условно, там, пространство студии, в которой я нахожусь, это может, ну, довольно сильно отличаться по факту от того, что есть на самом деле. И тогда... Осталось выяснить, что такое на самом деле, и вообще все будет прекрасно, вот эта вот ссылка всегда про на самом деле, она тоже очень интересная, но неважно. Разговаривать про это с физиками, они говорят, да, на самом деле это некий такой квантовый граф, да, из которого мы вот чего-то там выцепляем. И тогда получается, что вот та же самая RPG, да, это идеальная модель, ну, на самом деле нашей жизни на планете. Мы тоже попадаем в какой-то сеттинг, мы тоже проигрываем какие-то сценарии, мы тоже должны найти какие-то клады, открыть какие-то задачки. И мой вопрос, да, не придумали ли мы с помощью там игровых механик ну, на самом деле некую упрощенную версию того, как мир на самом деле устроен. Может быть, геймдизайнеры сейчас лучше всего понимают, как все устроено. Что на эту тему думаете? Ну, определенные как бы параллели, конечно, но есть простые оптимизационные задачки, то есть, грубо говоря, рендер, он не не обсчитывает то, что нас за спиной, ну, или, по крайней мере, делает супер грубо. Персонажи, которые находятся за пределами нашей видимости, обычно тоже очень по более простым бехеверам рассчитываются, как бы, им подробности не нужны. ну, опять же, в квантовой механике тема с наблюдателем вообще очень интересная, типа, ну, да, то есть, в принципе, все находятся в суперпозиции, пока не присутствует наблюдатель, ну, измеритель, неважно. То есть, грубо говоря, все то же самое, то есть, если мы не смотрим на Луну, ее там может и не быть. Да, ее можно не отрисовывать, ее можно не отрисовывать, пока ты на нее... Это одна из интерпретаций. Но она в какой-то суперпозиции там находится, по крайней мере, в моей вселенной. И, ну, опять же, там есть миллион интерпретаций, и мы сейчас можем закопаться и забуриться, но такая тоже есть, и она забавная сама по себе. Да, безусловно, в общем, какие-то параллели провести можно, но говорить о том, что мы там познали, как делать мир, ну, антропный принцип все равно взрывает мозг. И мы ненасколько не приблизились к тому, чтобы принять его. То есть, даже не то, чтобы принять, а, ну, грубо говоря, там же такое бесконечное сочетание вероятностей, которые легли именно таким образом просто для того, чтобы вселенная была стабильна, не говоря, лишь того, чтобы в ней жизнь приелась, чтобы вопрос не развалился. Нам настолько это, мы настолько еще далеки, но в целом, как бы, какие-то аналогии есть, да, то есть, когда мы делаем вселенную игровую, мы хотим, чтобы она была стабильна и не разваливалась вне зависимости от того, что там делают, ну, есть ли там игроки, нет ли там игроков. Мы, по крайней мере, создаем некие законы мира, которые должны ее стабилизировать. Определенный набор отрицательных обратных связей должен быть, но опять же, если там только отрицательные обратные связи, это кусок камня, ты вот с ним ничего не сделаешь. Там и положительные тоже должны быть, чтобы ее разбалансировать. Вот это сочетание, вот сделать такую правильную, которая имеет смысл разбалансировать, чтобы какие-то камбэки могли появляться в ПВП-матчах, условно говоря, да. То есть, это же вообще очень чисто психологическое зрение интересная штука, потому что вот как происходит ПВП-сражение, там же мне с одной стороны нужно давать положительную обратную связь на мои действия. То есть, если я что-то сделал хорошо, мне дальше должно быть ляпчика, до конца матча, по крайней мере. А с другой стороны, это неинтересно смотреть и неинтересно в этом участвовать, потому что первый, кто сделал правильный ход, дальше победил практически. соответственно, мне нужны и отрицательные обратные связи, и там должна быть некая конфликтация от времени того и другого. Но неважно, мы сейчас отвлеклись. Но суть в том, что мир также по этим же правилам функционируют. Они должны быть положительные и отрицательные и они как-то должны вибрировать и резонировать. Но при этом вся эта конструкция должна быть стабильна. Реальный мир тоже создан по похожим принципам, только гораздо более сложно подозревать. То есть определенные аналогии безусловно есть. Но говорить о том, что мы хотя бы тонечку, мы там даже еще в пол не начали царапать. Не говоря уже о том, что поверхность имели. Не говоря уже о том, чтобы понимать вообще, как это все устроено. Но чисто теоретически ведь может быть создана игра, может быть с каким-то VR-дополнениями, дополненной реальностью, которая с точки зрения игрока будет неотличима от реальности. То есть она будет подавать на сетчатку раздражители. Там не нужны сетчатки на самом деле. То есть можем ли мы сделать идеальное упражнение для своего мозга? Можем. Еще раз. После VR-а следующий шаг это нейроинтерфейс очевидный. Потому что зачем мне показывать какой-то образ, который пройдет через сетчатку в мозг, который его интерпретирует, сгенерирует какие-то эмоциональные ответы, которые-то мне и важны в первую очередь. Когда я могу просто... То есть следующий шаг это не надо этот образ показывать на сетчатку, его можно проецировать сразу в мозг. В принципе, даже в этом нет необходимости. Можно сразу генерировать эмоциональные ответы, а мозг сам достроит образ. Стимулирует мозг к созданию эмоциональных ответов, а образы он генерирует. Все эти галлюциногенные типы, они наглядно показывают прекрасную способность мозга реагировать на подобные вещи. Поэтому предельный случай он находится не в VR, конечно же, он находится в том, что просто мозг, на него идут какие-то внешние воздействия, от которых он получает максимальное удовольствие, уж не знаю, развиваясь внутри, или просто становясь амебой. Вопрос сейчас за пределами. Но это где-то там скорее. Вот сейчас прям потрясающую вещь сказали. То есть получается, что мы можем зайти-то вообще иначе, в условном неком пределе, сейчас в будущее смотрим, что игра будущего это некая сущность, набор гаджетов плюс набор может быть каких-то препаратов плюс еще чего-то, что напрямую влияет на химию мозга или химию тела. А мозг уж там дегенерирует сам себе и сеттинг, и сюжеты, и еще что-то. Да. Ну, можно подсказывать еще иногда, но в целом да, и нужно ли нам тело в этом случае, или в принципе головой профессора доволи мы становимся тут. И вообще физическая сущность мозга, тут тоже к ней возникает вопрос, может быть, можно напрямую в сознание это делать. И дальше мы подходим к вопросу то, что near-death experience называется, типа, а что остается с нами после того, как мозг умирает? я не знаю они реальны или нет, но если допустить небольшую вероятность того, что они все очень похожи, и там какая-то память даже остается, то есть следующий шаг уже, то есть предполагая, что есть кто-то, что знание за пределами этого мира, может напрямую воздействовать на это сознание, минуя вообще всю физичность этого мира и генерировать, эмоции, кстати, там сохраняются, они как бы скажем так, остается память об этих эмоциях, то есть человек в этот момент во время как бы я не знаю как по-русски near-death experience клинической смерти он перестает испытывать какие-либо негативные эмоции связанные со своим пребыванием в этом мире, но то, что он их испытывал, он помнит, может быть следующий шаг уже туда воздействует, но это все настолько фантастика, это все настолько за пределами нашего сейчас представления даже, что мы нам психологический комфорт, даже думая об этом сохранять тяжело я бы так сформулировал но тем не менее условно про это же говорят очень многие религии про условно это же говорят многие философские системы причем говорят про это веками вот но мне кажется вот наша специфика нашего текущего момента как раз в том, что у нас начинают возникать технологии на основании которых или по аналогии с которыми хотя бы мы можем себе представить как это может быть устроено ну вот те же самые нейронные сетки которые генерят изображение ну кто бы раньше мог предположить что ты должен описать картину то есть ты раз к какому-то какой-то сущности ну пусть сейчас специалисты по нейронным сетям меня бросают помидорами скажут что там нет никакой сущности там просто таблицы и данные ну неважно есть какой-то инструмент которому ты описываешь словами да а на выходе создаешь промт да на выходе получаешь картинку и это же по идее тоже некое такое творение мира причем очень даже такое занятное говорят что там нет души тем не менее душа она же появляется в нашем восприятии в значительной степени ну а духотворенность дальше либо резонирует с этим либо нет с нашим восприятием то есть можно отобрать такие которые будут резонировать и будут то есть вопрос о духотворенности это вопрос создания или вопрос фильтрации вообще интересный вопрос грубо говоря создание ну то есть в частности нейросетки они же часто работают по принципу фильтрации рандомного создания условно это одна из форм то есть является ли созданием хорошей фильтрации исключительно от от духотворенного контента на базе случайной генерации тут много интересных вопросов в принципе нейросетки вот предельно этим и занимаются а дальше вопрос нашего восприятия причем ведь скорее всего можно расшифровать что мы воспринимаем как условно одухотворенное условно одушевленное и не исключено что это на самом деле сведется к каким-то сочетаниям цветов форм текстур еще я бы не упрощал нет я думаю что не так все просто иначе мы бы уже в принципе вскрыли трешек но рационализировать мы бы уже рационализировали по крайней мере эти подходы а этого не случилось соответственно наверное все намного сложнее а вот как думаете как не знаю это у меня все тогда вопрос попроще что такое сознание как у вас это понимается что ж такое вопросики у вас я хочу сказать никто не знает что такое сознание к сожалению на сегодня в этом в этом и радость возможно нашла существование возможно и трагизм потому что все было бы намного проще если бы понимали что это такое но мы не понимаем и можно долго спекулировать на эту тему опять же но базовые опять же варианты есть несколько базовых вариантов либо свойства нашего мира либо это сущность за пределами нашего мира из-за пределов нашего мира и то и другое есть масса своих теорий не могу сказать что подтверждений потому что иначе бы мы знали что это такое но предположения ну то есть есть красивая биологическая теория показывающая как сознание возникало в разных видах по мере нарастания сложности и пришло к тому что мы сейчас имеем у людей есть очень много религий говорящих о том что это все не из этого мира и в это хочется верить гораздо больше потому что в конечном счете не важно то есть если мы не не имеем ответа на вопрос по крайней мере серьезно доказанный мы не имеем серьезно доказательную базу по этому вопросу что сводится в конечном счете к вере во что нам хочется верить больше ну там есть эволюция веры сама по себе ну в смысле есть эволюция вер религий то есть какие-то веры какие-то религии они более сейчас это как бы эволюция мемов на основе эволюции генов я не знаю насколько этот эгоистичный ген читали но суть в том что как бы эволюция то есть у нас есть биологическая эволюция как бы а есть биологическая ну есть грубо говоря культурная эволюция которая на биологической это культурная она или помогает этой биологической либо как бы вредит соответственно либо расширяет базу на которой формируется культурная либо сокращается соответственно вот эволюция религии она точно так же формирует базу под собой как бы и побеждает только те которые ну наилучшим образом как бы в симбиозе находятся одна из этих функций это стабилизация нашей психики как бы безусловно там формируя не этических принципов ну кстати а этика это уже на самом деле во многом проецирование в прикладные аспекты кооперационных взаимодействий с общества которые ну как бы чем выше уровень кооперации тем как бы более эффективно общество как известно вот вот соответственно религии нам конечно говорят что это все снаружи но возможно именно такие религии были отобраны эволюционно потому что это выгоднее нам для построения наших сообществ и для стабилизации нашей психики то есть сама тема того что это есть в религиях не является доказательством ну в смысле сам аргумент что это есть в большом количестве религий как бы независимо возникших в разных частях света может просто являться эволюционным следствием то бишь может не являться доказательством сори совершенно согласен потому что есть исследования которые говорят о том что там наиболее стабильны как раз наиболее долго живут религиозные системы которые ну скажем так максимально догматичны и связаны это просто с тем что там очень сложный порог входа еще более сложный порог выхода соответственно она как биологическая сущность стабилизируется ну и там много всего на эту тему ну да ну у клетки должен быть словно говоря как называется не важно в общем граница мембрана вот мембрана мембрана да и она должна что-то пропускать что-то не пропускать в религии тоже должна быть мембрана очевидно ну любого культурного конструкта должна быть мембрана тогда может быть сейчас уже будем двигаться к финалу и мне все-таки все-таки хочется как-то вместе ну сейчас не знаю пофантазировать вот на тему вот этих вот игровых механик игровых движков геймплеев и всего прочего то есть не исключено ведь получается да все равно что мы создавая ну вот эти игры которые будут неотличимы от реальности каким-то образом начнем понимать как мир устроен может быть потом по аналогии может быть еще как-то а может быть мы поймем что действительно даже в той реальности которую мы там вокруг себя как бы наблюдаем там тоже могут обнаружиться какие-нибудь артефакты игр ну условно да вот смотрел встречу очень именитых там физиков они говорят не исключено что в какой-то момент мы будем там смотреть в микроскоп смотреть 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 в конце концов увидим пиксели ну понятно что это было на самом деле мы знаем что там они есть есть же планковская включение физик планковские величины есть да константы которые ну минимальная дискретность этого мира то есть в некоторых систем пикселей то есть просто они там типа 20 или 50 порядков еще до них я не помню точно но в общем там очень много ближайшие много столетий я думаю мы не докопаемся туда чтобы провести эксперимент но не важно sorry а как какой тогда ну сейчас опять же фантазию вас пытаюсь вытащить да такая какой тогда могла быть такая игра которая ну фактически будет создавать для человека опыт еще одной жизни может быть нескольких жизней может быть она мы говорили с вами про образовательную составляющую может быть будет такая штука что не знаю я подключаюсь к этой игре и получаю опыт того что я капитан пиратского корабля да или наоборот что я там знаю кунг-фу да вспоминая матрицу вот то есть сможем ли мы когда-то создать такие игры которые будут предлагать своим участникам настолько реалистичный мир да что он будет прокачивать их примерно так же как нас прокачивает ну вот этот мир тут я бы по-другому немножко сформулировал игры будущего возможно будут нам показывать и рассказывать больше про мир чем то что мы знаем сейчас и какие-то аналогии вскрывать но на самом деле первичнее наверное то что они больше будут рассказывать и показывать нам самих себя в этом основная идея то есть я не знаю насчет мира потому что мир тоже бесконечный и вшире и вглубь как бы да а вот мы сами себя то есть понимание самих себя через призму создания игр оно точно растет очень сильно потому что мы четче понимаем инстинкты мы четче понимаем свои мотивации мы четче понимаем биохимию которая под этим всем лежит как бы да и то что игры ближайшего будущего будут как бы позволять нам намного лучше себя понимать это сто процентов и это достаточно ну как бы с одной стороны интересно с другой стороны все-таки инструмент достаточно мощный и хотелось бы чтобы он использовался во благо а не во вред потому что вариантов очень много и к сожалению антиутопии ну как антиутопии делать проще мутопии потому что ну мы видим острые инструменты мы как бы экстраполируем на основе текущих знаний а текущие знания у нас ну как бы не такие хорошие как будут к тому моменту появления этого инструмента поэтому нам всегда кажется что как бы когда что-то появляется оно скорее всего будет использовано во вред и это тоже будет но надо постоянно держать в голове что это будет использовано во благо и стараться придумывать эти места ну методы и способы чтобы это все использовалось во благо держать постоянно это в голове и у нас есть время пока это все будет создано чтобы найти эти способы я бы так сформулировал в общем как-то так Сергей тогда а какие игры вам бы хотелось видеть ну вот пусть в утопии да через там не знаю 20 или 50 лет или через 100 лет вот какими бы в идеале они должны были бы стать да ну как бы сложно это все таким образом сказать но я считаю что потому что мы не знаем что будет через 20 лет как бы сейчас еще раз мои картины мира сейчас попробую так это сформулировать на мой взгляд то есть нам нужно преодолевать постоянные социальные риски которые возникают у цивилизации потому что к сожалению отрицательная обратная связь вот цивилизация она весьма драматичная это не сокращение ее а уничтожение к сожалению ну как у сложных систем там положительная обратная связь есть то есть если система функционирует качественно то ну в смысле если сложная система функционирует хорошо она растет если она функционирует условно плохо то она коллапсирует она не уменьшается и нам нужно постоянно держать в голове эти социальные риски и они на мой взгляд на сегодня связаны не с не с познанием физических основ мира и не с тем что мы не с тем что hard science условно говоря идет вперед а с тем что наши soft skills нужно развивать потому что в большом счете если мы вдвое замедлим к примеру наш точный скорость развития нашей точки науки ничего катастрофического не произойдет в то время как наши гуманитарные науки явно не поспевают за развитием точных новых и основные риски экзонациональные находятся именно там на мой взгляд соответственно если мы говорим о том что игры должны быть совмещены с образованием в идеальном мире и должны нести на себя вот эту образовательную функцию то я бы фокусировал эту образовательную функцию именно на развитие soft skills и гуманитарных наук которых на сегодня предсказательный базис близок к нулю у нас очень низкие по сравнению с предсказательным базисом которые есть и точных наук то есть грубо говоря игры должны быть полигоном где мы будем экспериментировать с разными моделями построения общества с тем чтобы лучшие примеры уже внедрять в нашу жизнь потому что к сожалению то каким законом функционирует наше современное общество это катастрофа ну начиная от простой демократии которая ну как бы мягко говоря имеет огромное количество дырок и к сожалению пока мы лучше не научились ничего применять как бы кончаем и кучей следствий там с войнами конфликтами ну банальную проблему избыточного потребления ресурсов не можем решить как бы все мыслимые и немыслимые дилеммы заключенного которые в нашей вселенной в нашей обществе встречаются большинство из них мы решаем самым тупым способом к сожалению на сегодня поэтому если уж и делать игры если смотреть в перспективу какие игры должны были бы быть я не знаю какие они будут но какие задачи они должны решать я приблизительно представляю отлично да я предлагаю тогда не точку на этом поставить да многоточие потому что мне кажется мы много интересных таких тем зацепили спасибо огромное что нашли время спасибо вам все всего доброго да друзья встретимся в следующих выпусках